Следующий инструмент рисования это перо, pen, клавишный эквивалент буква P. Способы рисования этим инструментом описываются довольно хорошо в методичке на 20-й странице. Но давайте посмотрим более подробно. Первый способ рисования перо это просто щелчки по нужным точкам. Щелчок, щелчок. И каждый раз при щелчке мы создаем анкор, узел. Между узлами появляются прямые сегменты. То есть если нам надо нарисовать что-то с прямыми сегментами, например заборчик и так далее, мы возьмем в руки перо, сделаем щелчки и нарисуем нужную фигуру, нужный контур. Мы можем в любое время созданные узлы и сегменты редактировать белой стрелкой Direct Selection. Щелчок по нужному узлу и редактируем как нам хочется. Рекомендуется при работе с пером цвет заливки убрать, так как заливка закроет создаваемую кривую, а работать только с обводкой. В дальнейшем вы уже можете закрашивать или убирать обводку должным образом. Еще раз первый способ показываю, без заливки, только с обводкой. Хочу создать основу для кленового листика. Кленовый листик просто щелчками, ничего если не туда пойдет рука, от непривычки. Все нормально, мы сможем взять в руки белую стрелочку и все отредактировать. Мы знаем белую стрелочку с первого же занятия. Мы знаем, что там есть какие-то опции, которые помогут нам работать с узлами. Да и можем выделить даже несколько узлов и редактировать как положено эти узелки. Это первый способ, он более такой понятный, интуитивно понятный, он не сложный. С щелчками мы создаем прямые сегменты. Могу тоже закрасить в какой-то цвет, но ваше внимание сейчас обращу на очень важный нюанс. Такие кривые, произвольные, тем более с узкими областями, очень плохо работают с заливкой МЭШ. Не удивляйтесь, если получится вот такая некорректная заливка. Эти объекты тяжело работают с заливкой МЭШ. Первый способ с щелчками и прямыми сегментами. И второй способ, это уже не просто щелчки, а нажимаем левую кнопку мыши. Не отпуская левую кнопку мыши, мы вытаскиваем изнутри этого узла антенки. Отпускаем. Нажимаем, вытаскиваем, отпускаем. В этом случае у нас получаются такие кривые линии, волнистые. Можно двигаться в нужном направлении. Между узлами, обратите внимание, пожалуйста, всегда 180 градусов. Если хочется сломать этот угол и получить, допустим, как арки, то, что вы сейчас видите, обязательно уже включаем, подключаем, скажем так, клавишу Alt. Например, мне надо нарисовать арки, вот такого цвета обводки. Щелчок, вытаскиваю антенки с движением вверх. Щелчок, иду вниз, чтобы получить нужную глубину арки. И не отпуская левую кнопку мыши, свободной рукой держу Alt и мышкой ломаю этот угол. Отпускаю мышку, отпускаю Alt. Еще раз. Арка вторая. Не отпуская левую кнопку мыши, я держу ее. Я свободной рукой держу Alt, ломаю этот угол, отпускаю мышку и отпускаю Alt. И так далее. Кстати, переместить узел во время рисования пером можно при нажатой пробел. При нажатой клавиши пробел. Чтобы снять выделение с незамкнутой кривой, мы держим Ctrl, делаем клик по пустоте, снимаем выделение с этих объектов и отпускаем Ctrl. Очень удобно с помощью пера делать отрисовку. Среди ваших заданий есть такая папка, называется «Ручная трассировка» в разделе номер 4. Там есть и растровое изображение, которое можно обрабатывать, и уже готовая ручная трассировка. Дело в том, что очень часто мы хотим из растра получить что-то векторное, которое можно растягивать, можно сжимать, можно поставить на баннер 2 метра на 1 метр, или на маленькую этикетку. Что необходимо для этого? Вы импортируете в файл Place любое растровое изображение, в файл Place, допустим, банду, без линк, без связи. Смело можете на панели Layers этот слой заблокировать, создать новый слой и участок за участком выделять. Конечно, строго, цветом обводки заливка все закроет. Например, белый участок я сейчас буду отрисовать. Щелчок вытаскивания антеннок. Просто щелчок. Щелчок вытаскивания. И так далее. Этот процесс называется ручная трассировка. Чуть позже мы с вами будем изучать автоматическую трассировку. Но насколько устроит результат? Большой вопрос. Таким образом, мы делаем ручную трассировку, закрашиваем, допустим, нужный цвет, убираем обводку, и на панели Layers смело выключаем видимость этого слоя. Создаем новый слой и выполняем отрисовку уже для ушек. Такой процесс, он очень долгий, очень небыстрый, но своего рода опять-таки такая медитация и очень-очень хорошо тренирует наши ручки. Если щелчок, не забываем, мы создаем просто узел. Щелчок и вытаскивание антеннок. Узел с антенками или просто сглаженный узел. Закрашу в какой-нибудь черный цвет и тоже сохраню на каком-то слое. Выключаю, создаю новый слой. И таким образом мы, конечно, создаем много элементов именно в векторной графике. Не забываем, что мы можем что-то редактировать, все в наших руках. Кстати, один глазик я нарисовала, хочу второй получить с помощью зеркального отражения. Рефлект, альт, щелчок в области переносицы и вертикальное зеркальное отражение. Создание копии и так далее. То есть шаг за шагом, кусочек за кусочком можно сделать такую отрисовку и получить уже векторную иллюстрацию. Но несколько слов о том, как в дальнейшем добавлять и удалять узлы. Допустим, что-то я нарисовала и хочется сейчас добавлять и удалять узлы. Как редактировать, мы уже знаем. Белая стрелка выделяет узел, перемещает, выбирает режим углового узла, сглаженного узла. При нажатой альт мы ломаем этот угол и так далее. Но вот как добавить и удалить, это уже другие инструменты. Перо с плюсиком или просто на клавиатуре над буквой Х. Вы выбираете плюсик и добавляете узлы. Если не попадете, обязательно будет такое предупреждение. И пером с минусом на клавиатуре дефис вы удаляете ненужные узлы. Следующий инструмент немножко заменяет белую стрелку, поэтому он не так часто нам понадобится. Одним щелчком вы узел делаете угловым, щелчком и вытаскиванием антеннок вы узел делаете сглаженным. То есть немножко повторяет вот эти вот кнопочки. Поэтому особой необходимости нет. Здесь в основном перо с плюсиком и перо с минусом. Много заданий в разделе четвертом, так что вы потренируйтесь, пожалуйста, и ручная трассировка, и рисование с нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова